19 сентября в премарии города Чедерлунга состоялись публичные слушания по проекту решения о внесении изменений и дополнений в стратегию социально-экономического развития города Чедерлунга на 2015-2020 года. В мероприятие приняли участие представители общественных организаций, входящие в состав общественного совета. Роль совета заключается в оказании органам публичной власти помощи при написании проектов развития населенного пункта. Роль общественного совета заключается в том, во-первых, чтобы помогать премариям городов и сел в написании проектов, которые соответствуют стратегии развития населенного пункта. Во-вторых, этот орган призван решать какие-то конфликтные ситуации в городе, там, где премария не может напрямую включиться в разборку. Общественный совет создает рабочую группу, куда входят специалисты разные, в том числе из советов городских или сельских, и уже разбираются в решение этих вопросов. То есть, это общественный совет призван помочь властям города или села в решении насущных проблем населенного пункта. Учитывая, что общественный совет, он формируется как раз представители общества, то есть руководители общественных организаций, которые активно действуют на территории региона или того или иного населенного пункта, а также это наиболее активные члены этого общества. То есть бизнесмены, представители совета старейшин, то есть люди, которые активно работают в этом населенном пункте. Поэтому как раз тут идет не просто взаимосвязь с обществом, а это именно представители общества, которые в взаимосвязи с властями уже решают те или иные вопросы. Представители общественных организаций высказали свои предложения для решения наиболее актуальных вопросов и отметили важность взаимодействия общественных организаций с органами власти. Для общества мы можем принести пользу. Мы собрались по одному из поводов. Здесь обсуждается стратегия развития города. Имеющийся опыт у нас, навыки позволят нам внести какие-то предложения, предложить что-то новое для того, чтобы город развивался интенсивно, чтобы больше рабочих мест создавалось. Самое главное на сегодня – развитие экономики. То, что мы хотим нести с нашим общественным советом, это по созданию и монтолагеря, детского лагеря, потому что у нас в городе этого нет. И некоторые мероприятия, где мы можем проводить, будем проводить, я надеюсь, в лагере. На сегодняшнем мероприятии проводится работа по актуализации стратегического плана развития города. И вот именно культурное направление, я считаю, должно стать эпицентром развития нашего города. Потому что сегодня для привлечения каких-то туристов обязательно нужно развивать инфраструктуру. И сегодня невозможно привлечь туристов без культурной особенности какой-то. У нас есть очень много интересных специалистов в области ремесел. Есть очень много интересных культурных объектов. И без поддержки примарии, без поддержки общественного сектора нам это невозможно будет реализовать. Несколько лет назад довелось побывать в Польше. Мы видели, как развивается инфраструктура населенных пунктов. И уже какие-то элементы из этой стратегии новые внедряются и у нас. У них очень хорошо работают органы власти и общественности. Это именно все вопросы они решают сообща. Конечно, у них есть и органы власти, но вот именно общественность привлекает к решению различных задач населенного пункта. И как-то мне показалось, что они очень дружно, очень они сплоченные. Примар города Чедерлунга Анатолий Топал отметил пользу, которую приносят члены общественного совета, оказывающие помощь при выявлении наиболее острых проблем города. С первых дней, с прихода из власти, когда получили монодоверие от жителей, мы понимали, что одними, одной лишь командой примарей, мы не сможем решать те проблемы, которые в городе есть. Мы сделали упор на те общественные организации. Сегодня у нас в городе очень много общественных организаций. Как-то их объединить, чтобы мы вместе работали на разрешение проблем, которые в городе есть. Сегодня общественная организация – это та категория, которая общается с категорией населения. Это пенсионеры, это инвалиды, это социальные визуальные слои, которые сегодня остро нуждаются в той помощи, которую не всегда государство может им оказать в виде пенсии, пособий или каких-то других выплат. Соответственно, плюс те проблемы, которые в городе есть и которые остро стоят. Проблем очень много, но есть какая-то приоритетность. Мы с ними эти вопросы обсуждаем, выбираем те приоритетные направления, которые нужны городу. И работаем, понятно, совместно подготовка, написание проектов. Последующая их реализация у нас уже есть, в принципе, и положительный опыт, когда мы совместно проект разработали и уже практически его реализовали. Данное мероприятие стало возможным благодаря щедрой поддержке американского народа посредством агентства США по международному развитию УСАИД. Высказанные мнения принадлежат авторам и не отражают в обязательном порядке взгляда УСАИД или правительства США. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!